Активный рост боеспособности азербайджанской армии, и не прекращающийся ни на минуту, процесс усиления ее материально-технической базы, заставляют армян серьезно задуматься. Главное, что процесс усиления азербайджанской армии происходит на фоне деградации армянской армии, нежелание армянской молодежи превращаться в пушечное мясо, и глубокого кризиса экономики Армении. К тому же, потерпела крах мечта армян о том, что, в конце концов, мировое сообщество признает так называемое право карабахских армян на самоопределение, и Азербайджан вынужден будет согласиться с потерей территорий. На днях не выдержали нервы у эксперта по вопросам безопасности, бывшего помощника главного советника президента Армении по нацбезопасности Владимира Пагасяна, который в своем, полном панических ноток, в виде обращений к властям и обществу Армении признал, что Баку обыграл Ереван по всем фронтам. Переговорный процесс полностью перешел под контроль Азербайджана. Больше никто уже даже не обсуждает независимость Нагорного Карабаха. По словам министра иностранных дел Армении, на недавней встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ обсуждали вопросы безопасности, статуса и подготовки народов к миру. Я вам скажу открыто, ситуация крайне опасная. Мы имеем четкую позицию Азербайджана. Азербайджан четко заявлял, что никогда не допустит создание второго армянского государства и никогда не допустит объединения Карабаха и Армении до Юра. У Азербайджана четкие позиции, которые никогда не менялись, не меняются и меняться не будут. Вопрос, чего четыре часа вы там трете? Возможно, что вы тянете время. Но я вам говорю, Азербайджан к войне готов. И это решение принято. У Азербайджана приняты все планы, в том числе экономические, оперативно-тактические и информационно-пропагандистские. Вы что думаете, что сможете долго тянуть время? Если вы хотите сказать, что кто-то в Армении такой умный, ведет переговоры, чтобы тянуть время, то это полный бред. С ехидством говорить об азербайджанской армии, что, мол, мы дойдем до Баку, не нужно. Это серьезная армия. Говорить о том, что завтра мы возьмем Баку, могут только популисты, идиоты и люди, далекие от войны. К азербайджанской армии нужно относиться ответственно и серьезно. Они создали серьезные информационные структуры по информационной войне. В этом плане у них достаточно развитая система информационного освещения. Хочу сказать, что Пакистан активно взаимодействует с Азербайджаном во всех направлениях, в том числе, по линии ВПК, Азербайджан много с кем в этом плане сотрудничает. Самое тесное сотрудничество у Азербайджана с Израилем, Турцией, Пакистаном. Ничего подобного в Армении нет. Субтитры создавал DimaTorzok У Азербайджана мощная армия, с ней нужно считаться. Субтитры создавал DimaTorzok